Всем доброе утро! На часах полдевятого утра. Ребята, как видно, я в другой робе, который я обычно хожу на халтуры. Так оно и есть. Сегодня я собираюсь на халтуру. Поэтому приехал пораньше в гараж, чтобы снять для вас видео. Поскольку сейчас лето, сезон, работы очень много, и не хватает времени на съемку. Пришлось встать в 6 утра, чтобы успеть позавтракать, собраться, приехать в гараж, снять вам видео, и после этого я еще поеду на халтуру. Поэтому не будем долго затягивать видео, и приступим к съемке. Погодка у нас, кстати, наладилась. Очень тепло сегодня. Плюс 24, наверное. Но суть не в этом. Под одним из моих видео был написан комментарий и пожелание от человека по имени Фарид, который просил продемонстрировать ему сварку профильных труб толщиной 1,5-2 мм Т-образным способом. Или Т-образным соединением. Что сейчас я, в принципе, и хочу показать. Варить буду неповоротные стыки. У меня будет, получается, нижний потолок и два вертикала. Для этого сейчас прихвачу прямо к мангалу, наверное. Потому что у меня гараж пустой, ничего нет, ни столов, ничего. Поэтому приварим к мангалу, профиль так и поперек. Сейчас прихвачу, посмотрим. Вот таким образом приварил я две трубы профильных. Покажу, как варить нижнее положение, вертикал и, соответственно, потолок. Проблема у человека возникла в том, что у него постоянно эта труба прожигается, так как она тонкостенная. И, я так понимаю, он не профессиональный сварщик, начинает только поэтому не может с этим никак совладать. В чем основная причина? Естественно, это большой сварочный ток. Если, к примеру, варить тройкой, то это ампер 80-90, но я варю 90 ампер, как бы мне это сподручнее, независимо от того вертикала, это нижнее или потолочное положение, без разницы. Это основная причина, большой ток, поэтому можно ток сделать поменьше, перейти на электроды меньшего диаметра, например, на двоечку, выставить ток, не знаю, может быть, ампер 60, и пробовать варить таким образом. Прожигается-то из-за чего? Из-за того, что металл очень быстро прогревается, и прогревается до того момента, что он начинает проваливаться. Чтобы этого не допустить, можно также использовать короткую дугу, это второй вариант, потому что чем выше электрод у вас от металла, тем у него больше площадь разбрызгивания, больше площадь прогрева, и поэтому металл быстрее разогревается. Если электрод примыкать, покажу на трубе, получается таким образом. Если электрод держать высоко от шва, то у него получается больше площадь разбрызгивания, больше площадь разогрева, и поэтому металл быстрее прогревается. Если же электрод держать прям, буквально там, может быть, миллиметр от сварочной ванны, то, естественно, у него площадь прогревания будет меньше, и вероятность прожига металла будет наименьшей. И еще есть третий способ, как избежать быстрого прогрева металла, это варить в разбой. То есть делать прихватки в разных местах. Например, сначала в серединке, потом с краю, а с одного, потом с другого краю, и вот так вот чередовать прихватками, чтобы у вас металл разогреваться. Пока вы варите здесь, у вас в этом месте уже металл остынет, и можно чередовать прихватки, и тем самым тоже заварить трубу. Вот, ребята, три способа, как избежать быстрого прогрева металла, и тем самым предотвратить его прожиг, либо хотя бы свести его к минимуму. А сейчас я, конечно, буду варить, и покажу это вам. Перед тем, как начать варить, вспомнил, что есть же еще один способ, четвертый. Это просто делать больше интервал между сваркой. Сделал прихватку, подождал, пока она остынет. Сделал прихватку, подождал, пока она остынет. Тем самым мы также будем регулировать подогрев металла и исключим прожиг. Сейчас я вот это и покажу, этот способ. Будем делать интервал, побольше интервал между сваркой. А сейчас я помню. Позв Ou В Так вот что у нас получается Шовчик идеальненький, ровненький В принципе сварка вертикального шва Это самое простое, что может быть Поскольку вертикальный шов Легче всего контролируется Шлак стекает вниз И его достаточно легко варить Как я уже говорил Чтобы не перегреть металл Можно после каждой прихватки Давать ему остыть То есть сделать больше паузу между сваркой Сделал прихватку, пусть она остынет Сделал прихватку, пусть она хорошенько остынет И так далее Потихонечку-потихонечку поднимаем вверх Теперь будем варить, наверное, потолок Сделал прихватку Сварку, ребята, выполнял просто последовательно И давайте посмотрим, что получилось Ну даже если у вас есть какие-то непроварки Их можно еще раз вторым слоем обварить И все будет хорошо Сейчас сварку выключил Вот таким образом Просто подвариваем И все, шовчик у нас получился Теперь переходим к нижнему Звучит паузу Ну и что у нас с нижним получается, да? Ну, в принципе, хорошо, я бы сказал. Так, ну, и этот вертикал я просто покажу со стороны, как я его варю. Продолжение следует... Так, отбиваем шлак и сняли. Неудобно. Так, вот что у нас получилось. Снимаем. Получается... Сейчас крагу одену. Это у нас нижний шов. Вертикальный один. Вертикальный второй. И потолок. Как, ребята, видите, ничего в этом сложного нет. Как я уже много раз говорил, что главное тренироваться, и у вас все получится. Да, соглашусь, что это самые простые способы сварки профильных труб, поскольку соединение плотное, зазоров нет, и варить, в принципе, проблем тоже нет, не возникает. В следующем видео я уже покажу, как варить эту трубу с зазорами. Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Если да, ставьте пальцы вверх, если нет, то не ставьте. Пишите ваше мнение в комментариях. Мне очень интересно их читать, и когда у меня есть свободное время, я этим занимаюсь и отвечаю на ваши комментарии. Тем самым мы ведем светскую беседу. Ну все, ребята, на этом я буду с вами прощаться. Всем пока, до новых встреч. Я побежал на халтуру. Субтитры сделал DimaTorzok